Салют, народ! Сегодня мы хотим записать интересное видео на тему муки выбора или стоит ли брать мотоцикл Ява в 21-м тысячелетии или в 21-м веке, как вам будет угодно, пожалуй. Так вот, хочу остановиться на плюсах и минусах. Не буду растягивать видео на 20 минут, сделаем коротенькое, но по существу. Так вот, я начну, пожалуй, с минусов, потому что плюсы, они будут на втором месте, я надеюсь, что запомнятся все-таки немножечко лучше. Так вот, друзья, минусы этого мотоцикла. Это мотоцикл Ява 350, модель 634. Год выпуска я уже не помню, как бы не 79 или может быть чуть-чуть даже позже. Значит, первое, ну это, конечно, 6-ти вольтовое оборудование, то есть нужно стоять на светофоре, если вы стоите со включенным светом, с мигающим поворотником, еще у вас горит стопачок, вы как ненормальный будете газовать, просто для того, чтобы у вас горел стопак. А все люди вокруг будут думать, что вы сейчас как рванете, а на самом деле генератор настолько несовершенен, что просто не выдает необходимую мощность. Второй минус этого мотоцикла, ну, конечно, в 21 веке это расход. То есть, когда мне люди говорят, что у Явы 3 литра расход, никому не верьте. Ей, наверное, 3 литра это просто прогреться. Ну, вот реально мой расход это 5, 6, 7 литров. В зависимости от вашего стиля езды и звезды на вторичном валу. Ну, я езжу как пенсионер, меня реально просто дрючат все деды на старых советских машинах, поэтому у меня расход в районе 4,5, где-то 5 литров на этом мотоцикле. Следующий минус, ну, это то, что двухтактная система смазки. Понятно, что она достаточно ненадежная, плюс вызывает проблемы вот это смешивание постоянно бензина с маслом. Я вчера ехал на заправку, у меня есть деньги на бензин. Я вспоминаю, мне же надо масло купить, я иду в другой магазин, покупаю масло, стою на заправке, отмеряю где-то 200 грамм, лью. Ну, в общем, это тоже неудобно. Плюс этот двухтактный выхлоп, он везде, он на трубах, поэтому встаете, там ногой черканул, там черканул ногой постоянно. Как бы, чтобы быть идеально чистым, ну, нужно постоянно за мотоциклом следить, то есть постоянно его протирать. У меня было два японских мотоцикла, таких проблем абсолютно никаких не было, то есть ты в чистом вышел, ключик повернул, чик и поехал. Третий минус этого мотоцикла, или какой, я не знаю, 5 или 6, не знаю, считайте сами. Это система зажигания, это просто жесть, это позорище вообще всего советского мотопрома. Как можно было придумать, я просто сейчас не взял вам показать индикатор часового типа. Ну, это просто механизм, которым я пользуюсь реально раз в месяц, при том, что я езжу два раза в месяц на ней, и один раз я выставляю зажигание. Ну, это просто муки, при том, что я умею это делать, я вчера выставлял зажигание, наверное, около полутора часов. То есть я уже не говорю о том, что разбивается подшипник, этот диск на генераторе становится неровный, ты не можешь словить этот зазор на кулачке. Ну, в общем, система зажигания. Следующий минус, это, понятно, 6 вольт, к которым мы возвращаемся, муки найти аккумулятор. То есть если 12 вольтовых очень много фирм, таких как Варта, Бош и другие, 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 японские, любой производитель, то 6 вольтовых сейчас уже днем с огнем не сыщешь. Ну, и, наверное, последний минус, который я могу отнести сюда, даже, наверное, два минуса, это, конечно, слабая надежность по сравнению с японской техникой, даже с современной, китайской, и отсутствие запчастей. Понимаете? То есть нет запчастей, хороших запчастей, я говорю. То есть для того, чтобы ее сделать хорошо, нужно действительно много в нее вкладывать, искать запчасти, это тяжело, это дорого, это выходит по цене японского мотоцикла. И теперь давайте поговорим все-таки о плюсах этого мотоцикла, чтобы они запомнились вам немножечко лучше. Ну, это простота обслуживания, действительно. То есть если вы имеете хоть малейшее представление, вы сможете его ремонтировать, все находится очень доступно, не надо ничего снимать, какие-то там пластики, еще что-то. Просто взяли двигатель, вытащили, 4 болта открутили, двигатель выпал, колеса меняются в течение 7 минут и все остальное. Второе. Это то, что у мотоцикла отличный металл. То есть не бойтесь там упасть, врезаться. Это не китайская техника, которая вся согнется, разломается и развалится. Вот мотоцикл уже сколько получится? Больше 40 лет он ездит и все с ним отлично. Третье. Не знаю, лично мое мнение, мне безумно нравится выхлоп этого мотоцикла. Я ездил на разной технике, на очень многих мотоциклах. Выхлоп мотоцикла Ява, он оригинальный и он самый красивый, на мой взгляд. Поэтому придем к тому, что стоит ли брать этот мотоцикл, не стоит ли брать в 21 веке, решать вам. Но я бы рекомендовал. Такая лошадка должна стоять в гараже, просто чтобы вы заходили, поворачивали ключик, раз в месяц ее заводили и она у вас просто была. Спасибо за внимание, друзья.